Бачим двух хлопцев. Зараз мы их испытаем, что он этот роблит. Здравствуйте. Меня зовут Оля. Я представляю сайт Репост. Мы с вами в прямой трансляции сейчас. Скажите, а что вы здесь делаете? Мы собираем садистику для телевидения. Экзит пол, так сказать. Вот наша. Ага, экзит пол. Мы опрашиваем людей, за кого они голосовали. Вот одна партия, за которую голосовали, давно ли приняли. Потом мы передаем это в Киев. Нам звонят, мы передаем все данные в Киев. И там уже составляется отчет. То есть по предварительной, так сказать. И вечером у нас уже будут некие такие... Бесоса картина, за какие партии больше голосовать. А вы только на этом участке работаете? Да, мы только на этом. Да, должны быть другие люди. А много таких людей, которые проводят экзит пол сегодня? На каждом участке один либо два человека. Это уже зависит. У нас в Южном на каждом участке? У нас в Южном на каждом. Ну и везде, где есть избирательные участки, там есть человек тоже с экзит пол, с ТНС-компанией. А что это за компания ТНС? Это просто собирается статистика. Независимая, не политическая, так сказать, компания, которая не зависит ни от какой... Организации, партии. Сами по себе, так сказать. То есть просто голая статистика. То есть что происходит, за кого люди голосуют, кого выбирают, кого хотят видеть. Вы всех опрашиваете или выборочно? Ну у нас... У нас есть шаг в 23. 28 человек. То есть 28 человек прошло, а мы 29-го опрашиваем. Ну так по-новому. Люди как откликаются? Есть. Есть такие, которые с радостью нам говорят, отвечают на наши вопросы. Есть такие, которые, ну, либо боятся... Боятся человеку людей, которые не хотят отвечать на вопросы. Много таких, да, которые скрывают? Не хотят почему-то. Боятся чего-то, я не знаю. Ну просто не хотят. Но вы же не спрашиваете фамилию. Нет, нет. Ну просто вопросы, за какую партию вы голосовали. В частности, когда предупреждают человека, что никаких ни фамилий, ни имен, тогда он уже согласен отвечать. Сегодня уже 300 человек проголосовали. Получается, сколько вы уже опросили? Ну наше задание 40 человек. 40 человек. На этом участке 40 человек всего? Да. Мы, ну, больше половины уже опросили. Еще чуть-чуть, и мы уже запомнили свои работы. Вы из Южного? Ну да, сами из Южного. А как на вас вышли? Вы как-то сотрудничали? Мы выходили на человека по телефону, обзванивали, спрашивали. Нас приглашают. Вы как волонтеры или все-таки получаете оплату? Как волонтеры? А почему приняли такое решение? Ну потому что тоже интересно. Мы сами хотели поработать в этом. Не поработать, а посоучаствовать, так сказать, в этих выборах украинских. Сегодня мы политически заинтересованы. Да. Вы политически заинтересованы? Конечно, нас интересует, что в будущем будет. Так, тем более, у нас такой день сегодня важный для Украины. Вся украинская. Да, и мы многое зависели. То есть мы хотели принять участие в этом непосредственно, как мы хотели. Вы студенты? Да, мы студенты. Не по профилю случайно? Не политология у вас? Нет, мы вообще технологии. А вам просто политически активные, да? Интересуемся так, всесторонний разум, как можно говорить. То есть там, и здесь, и там. Вы сами успели проголосовать? Нет. Но планируете, да? Ну, мы закончим буквально через час-полтора, и у нас еще остается время, чтобы проголосовать. То есть мы все успели. А данные вот экзит-пола вашего, где можно будет? Они же где-то обновляются на сайте? Они будут по телевизору показываться. На каком канале, мы вам не скажем, потому что сами не знаем. Но они будут по телевизору, это точно. Возможно, и на сайте, где-то в интернете тоже будут показываться. Да. Мы не знаем просто этого самостоятельно. Те молодые люди, которые на других участках тоже опрашивают, у вас с ними есть какая-то связь? Вы потом будете подводить итоги? Ну, сами по-южному. Да, нет, мы не подводим. Итоги звонят из Киева. И мы диктуем все цифры, то есть у нас здесь все по цифрам. Я диктую просто все цифры, все значения, время и тому подобное. Они там не всегда отмечают, и уже поэтому делали этот чок. А по-южному, конкретно по-южному, будут какие-то результаты экзитпола? Потому что, я так понимаю... Я выбрала заезжать, находила. Она для ЮТВ, ЮТВ, я выбрала 50. Мы ее как-то выбрали. Почему? Потому что они находятся на территории. Ну, экзитполы, они тоже проводятся достаточно строго, да? То есть вы должны зарегистрироваться? Мы зарегистрировались, мы показали письмо, то есть все это официально. То есть нас выгонять нельзя в данном случае. Понятно. Ну, хорошо, спасибо вам большое.